Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство узлов для изготовления форм в лотке, полуавтоматов для отливки конфет. Питатели. Имеется два вида питателей. На слайде приведена схема питателя полуавтомата для конфет с тремя отливочными механизмами. Лотки 2 вручную устанавливаются в направляющие 4, при этом они опираются на столик 3, который уже чем расстояние между двумя цепями транспортера 6. При вращении кривошипа 7 столик 3 опускается вниз. Прежде чем нижний лоток опустится на транспортер 6, лапки 1 и 5 поворачиваются кулачком 8 в противоположные стороны и подхватывают стопку лотков кроме нижнего. Стопка задержится на лапках 1 и 5, а нижний лоток опустится на транспортер 6, который направит его в опрокидыватель. Затем столик поднимется вверх и когда он коснется стопки лотков, лапки отойдут в стороны от лотков. Питатель полуавтомата с одним отливочным механизмом показан на слайде. Лотки 1 вручную ставятся к уголкам 2 на лапки 9 и 16. Лапки опускают стопку листов на неподвижные направляющие 8 по прямой АБЦ. Затем концы лапок описывают дугу ЦДБ. В конце этого движения они подхватывают второй снизу лоток и вместе со всей стопкой поднимают его вверх, оставляя на неподвижных направляющих лишь один нижний лоток. По приходе лапок в точку А они останавливаются и держат поднятую стопку лотков. После их остановки движется транспортер 11, подавая упорами лоток на опрокидыватель. Ведущая звездочка 10 этого транспортера поворачивается периодически. Сложное движение лапок создает механизмы, состоящие из кривошипов 6 и 15, звеньев 3 и 12, с двумя пазами каждая и неподвижных роликов 4, 13 и 5, 14. Кривошипы с валом 7 каждый раз совершают полный оборот. Если отливочный полуавтомат для конфет работает совместно со шкафом ускоренной выстойки, то лотки на транспортеры 6 и 11 подаются промежуточными транспортерами. Опрокидыватели В полуавтоматах для конфет встречается два типа опрокидывателей. Первое. Опрокидыватель без закрепления лотка на переворачивающейся рамке. И второе. Опрокидыватель с жестким закреплением лотка на переворачивающейся рамке. Конструкция опрокидывателя первого типа представлена на слайде. Звездочка 1 вращается периодически. Она является ведущей для переворачивающейся рамки, которая состоит из вала 2, двух ступиц 3, уголков 4 и направляющих 8. Они привернуты к пластине 5. Когда рамка неподвижна, на направляющие 8 вдвигается лоток. При вращении рамки на угол 2 пиродиан лоток упирается в неподвижные направляющие 6. В перевернутом положении он удерживается уголками 4. Эксцентрик 9 приводит в движение рычаги, которые устанавливают лоток в правильное положение на транспортере наполнителя. Звездочку 1 относительно ступицы 10 и вала 2 можно повернуть, если ослабить гайку 7. Это приходится делать при установке направляющих 8 в горизонтальное положение. Схема опрокидывателя с жестким закреплением лотка на переворачивающейся рамке представлена на слайде. В момент, когда рамка 6 неподвижна и лапки три раз сжаты, на рамку устанавливается лоток 5 с формовочным материалом и готовыми корпусами. Кулачки 8 постоянно вращаясь займут такое положение, при котором рычаги 1, повернувшись, зажмут лапками лоток. Усилие сжатия лотка определяется растяжением пружин 4. При этом ролики 9 уже не касаются кулачков 8. После этого рамка 6 поворачивается на угол пиродиан. Рассматриваемый лоток в конце поворота занимает положение лотка 12. Его содержимое высыпается на сито. При этом ролики 2 второй пары лапок 10 окажутся внизу. Они не касаются кулачков, поэтому рычаги 7 лапками 10 держат лоток. Пружина 11 растянута. При новой остановке рамки кулачки 8 вращаясь надавят выступающей частью профиля на ролике. Лапки разожмутся и отпустят лоток. Вновь поступающим лотком пустой лоток сдвигается с рамки на транспортер опрокидывателя. Наполнители. Схема наполнителя показана на слайде. На двух замкнутых, обязательно фасонно-звенных цепях укреплены ковши 2, которые двигаясь с постоянной скоростью захватывают со дна формовочный материал и высыпают его в неподвижный или движущийся лоток 1. Эти же ковши распределяют формовочный материал поперек движения лотка. Лоток наполняется формовочным материалом с излишком. Поднимая или опуская верхние ветви цепей, в некоторых полуавтоматах можно регулировать наполнение лотков. Выравниватели. Формовочный материал, насыпанный в лоток с излишком, имеет неровную верхнюю поверхность. Кроме того, лоток кругом обсыпан формовочным материалом. Одна из схем выравнивания и очистки кромок лотка представлена на рисунке. Рамка 3 движется возвратно поступательно в направлении перпендикулярном плоскости движения лотка. Ее приводит в движение кривошип 8 через шатун 7. Рамка шарнирно соединена с осью 6. Лоток на пути движения сначала встречает в рамке брусок 5, который слегка уплотняет формовочный материал в лотке. В некоторых полуавтоматах вместо бруска применяется цилиндр. Иногда брусок снабжен проволочными петельками, которые, пронизывая формовочный материал, разрыхляют его и выбрасывают из него комочки. Затем лоток проходит под планками 4 и 2, шарнирно соединенными с рамкой 3. Они производят дальнейшее уплотнение и выравнивание поверхности формовочного материала. Окончательное выравнивание формовочного материала в уровень с бортами лотка производит планка 1, жестко соединенная с рамкой 3. Очистка переднего и заднего бортов производится щетками 9 во время остановки лотка. В одних полуавтоматах щетки закреплены на цепи и движутся периодически. В других полуавтоматах щетки также закреплены на цепи и движутся с постоянной скоростью. А в некоторых полуавтоматах щетки имеют возвратно-поступательное движение. Например, щетка 5. Боковые борта лотка очищаются неподвижными щетками 10 при движении его к штампу. Штампующий механизм. Этот механизм служит для создания форм в подготовленном формовочном материале. Внешние очертания конфеты зависят от тщательности и аккуратности выполнения формы и от свойств формовочного материала. Одна из конструкций штампующего механизма показана на экране. Верхняя траверса 7 движется возвратно-поступательно вверх и вниз. Это движение траверсы создает механизм, состоящий из кривошипа 11, кулисы 10 с зубчатым сектором, шестерни 12, кривошипа 13, шатуна 9 и ползуна 8. Такой механизм позволяет иметь разное время движения штампа вниз и вверх. Время движения штампа вверх в 1,4 раза больше времени движения его вниз. При замедленном движении штампа вверх рычаг 1 соскакивая собачкой 3 с зубьев храповика 2 ударяет силой пружины 4 по верхней траверсе. Возникающие при этих ударах колебательные движения штампа способствуют лучшей отделке поверхности формы и препятствуют прилипанию формовочного материала к штампам. Храповик 2 получает вращение от шестерни 14, 16 и цепной передачи 18. Рычаги 15 и 17 обеспечивают постоянную связь ведущей шестерни 14 с перемещающимися вверх и вниз храповиком 2. Штурвал М5 изменяют глубину погружения штампов в формовочный материал. При вращении штурвала 5 винты 6 вывинчиваются в шатун 9, при этом штамп опускается вниз. При размещении штампов на доске следует иметь в виду, что в крахмале расстояние между формами меньше 10 миллиметров делать не следует, так как тогда формы будут недостаточно прочные. Кроме того, шаг между рядами штампов в направлении перемещения лотка обязательно должен быть увязан с возможными перемещениями подающего транспортера отливочного механизма. Этот шаг обусловлен настройкой приводного механизма подающего транспортера. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству принципу действия узлов для изготовления форм в лотке полуавтоматов для отливки конфет. Благодарю вас за внимание, желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok